Добрый день дорогие друзья! Сегодня мы увидели продолжение снижения по индексу РТС основным акциям. Несмотря на некоторое снижение напряженности в отношении коронавируса, рынки все равно продолжили падение. И сейчас вот в ожидании новостей по ОПЕК нефть тоже корректируется. Однако пока мы ожидаем положительных результатов по сокращению добычи нефти. Я думаю, что завтра возможен отскок и если такового не случится, то уровень 50 долларов за баррель будет основным уровнем до дальнейшего рассмотрения наших позиций. По индексу РТС мы сегодня продолжили падение. Сегодня дошли до точки 1538 и отсюда мы вполне можем пойти дальше вниз. Если завтра не будет хороших новостей по ОПЕК и нефти, то наше движение может дальше продолжиться до уровня 1530-1525. Ну а дальше уже соответственно 1510 и отсюда, если это так произойдет, то могут быть очень серьезные распродажи. Но будем надеяться на возврат в канал 1538-1580. И при таком сценарии, при пробитии наверх, цены могут вернуться опять к закрытию от первых гэп на 1600 и вернуться опять к восходящий какой-то тренд. По рубль-доллару мы находимся в некотором канале 6164. И пока мы себя чувствуем в принципе нормально, никакие сильные движения по нефти нас не могут сильно сдвинуть. Но тем не менее, вот реакция на движение нефти мы видим все-таки ослабление рубля. И при пробитии вот этих вот 64 уровня, да, то мы, конечно, можем пойти дальше на 67. И также, опять же, надо учитывать, что при падении нефти рублевая цена за баррель становится не очень хорошей для нефтяников. И здесь давление может тоже быть оказано на то, чтобы все-таки в сторону ослабления рубля была какая-то динамика. Но тем не менее, можно, конечно, походить в канале вот в этом. И, скорее всего, так и будет. И уровень 61 тоже является таким своеобразным ограничением, потому что дальше уже укреплять рубль было бы достаточно сложно и не очень целесообразно. Таким образом, вот канал сейчас является наиболее оптимальным с точки зрения торговли. Нефть. Нефть находится в нисходящем тренде. И наш уровень 50, который мы раньше озвучивали, он достаточно серьезный уровень. И пока мы держимся выше, и вот этот 55, 56, но вот видим попытку пойти вниз, достаточно серьезная. Здесь был откат. По нефти все очень зависит будет от завтрашних новостей, по ОПЕК. В зависимости от этого, естественно, что мы будем находиться либо в этой зоне. Если будут положительные новости, то выход выше 56,5 даст возможность вернуться в предыдущий канал. То есть это где-то 56-70. И здесь уже достаточно комфортный уровень будет для дальнейшей торговли. Однако, надо быть очень осторожным в случае, если пробитие, и достаточно резко может произойти пробитие. Естественно, что это отразится на все наши бумаги, на рубль. И акции тоже наши будут корректироваться. Это уже показало, эта корреляция уже была показана в предыдущих торгах. Золото. Золото показывает хорошую восходящую динамику. Здесь мы видим попытку пойти выше 1600. Но сейчас пока произошла небольшая коррекция. Здесь уровни, я так думаю, что эти уровни устоят. И дальше мы можем опять пойти на пробитие максимумов. Ну, если же этого не произойдет, то, словом вот этого тренда, тут мы видим восходящий тренд, который может быть вот здесь, если это будет меньше 1550 пробит. Но, тем не менее, при данных сегодняшних обстоятельствах с нефтью и с рынками, я не предполагаю, что все-таки будет такой вариант. Скорее всего, все-таки мы будем либо стоять в канале до 1600-1550, для того, чтобы пробить сейчас низ, должно случиться достаточно много положительных событий на обычных рынках и рынках нефти, что вряд ли произойдет. По Сбербанку. Сбербанк после сегодняшней коррекции оказался на нижних уровнях 252. Это, конечно, серьезный уровень, и мы видим достаточно хорошее нисходящее движение на протяжении февраля и второй половины января. А здесь, конечно, пробитие уровня 252 может быть достаточно негативным сигналом для Сбербанка. Насколько такой сценарий вероятен, все будет, опять же, зависит от нефти, ОПЕК. Но, тем не менее, то, что уже Сбербанк оказался на таких низах, это сам по себе факт не очень приятный. Но, если положительные будут новости, естественно, что мы отскочим на уровень 258. И поторгуемся в этом канале. Ну, а дальше при благоприятных событиях по сокращению нефти, ОПЕК, мы можем, конечно, пойти выше, закрывать вот этот ГЭП. То есть 264. ГЭП, конечно, рано или поздно будет закрываться. Но когда это будет происходить, скажем, сейчас пока сложно. ГАЗПРОМ. По ГАЗПРОМу мы тоже видели падение. Но, тем не менее, мы вошли в некий канал 223-244. И тут, видимо, отскок. Я думаю, что в ближайшее время мы будем торговаться внутри этого канала. В случае выхода из него наверх, то мы видим опять же вариант пойти к нашему максимуму этого года на 270. Вероятность не исключена, если по нефти будут найдены какие-то компромиссы. Если же будет движение вниз, то достаточно большое движение может быть на величину предыдущего движения, где-то в районе 180. Но это движение мы пока не рассматриваем, поскольку будет только происходить в случае негативного развития по ценам на нефть и газ. На этом все. Всем удачи. Ставьте лайки. Ставьте стопы. Всего хорошего.